Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И каждая библиотека уникальна и интересна по-своему Как пришла эта идея кому в голову, что нужно что-то менять в системе библиотечного обслуживания И нужно предпринимать какие-то шаги и как-то усовершенствовать Десятилетиями, столетиями библиотеки они были Вот какие были, такие были И вдруг вот такие кардинальные изменения Но эти изменения на самом деле не вдруг, они уже давно Вообще библиотека всегда была просветительским центром А детская библиотека это всегда еще и центр творческого развития детей Меняется общество, меняется жизнь Наши дети уже совсем другие, это медиадети И конечно мы меняемся вместе с ними, чтобы быть интересными Поэтому у нас практически в каждой крупной детской библиотеке Работают творческие студии, объединения, кружки Абсолютно на все вкусы И здесь можно найти информацию На все вопросы ответим И предоставим информацию тоже по всем вопросам Какие еще, вот мы с вами говорили о том, что можно не только почитать книгу в библиотеке Какие еще, какое наполнение есть теперь И зачем туда еще могут прийти дети Я даже знаю, что в некоторых библиотеках какие-то детско-родительские дни устраиваются Куда дети должны вместе с родителями проходить И какие-то проводятся мероприятия, рассчитанные именно на семейный отдых Ну вообще библиотеки это конечно не только книги Это и периодические издания, которые в общем-то интересные, новые и красочные И они достаточно дорогие для любой семьи Поэтому лишний раз мы говорим о том, что у нас их достаточно много В каждой детской библиотеке порядка 25 наименований журналов детских Кроме этого, с прошлого года у нас открыт доступ к электронной системе Литрес Что это такое? Это такой электронный ресурс Читатель нашей библиотеки, придя в библиотеку Может получить логин и пароль, если он желает И подключившись к этой электронной системе Скачать уже любую книгу на мобильное устройство Любое Компьютер, ноутбук, гаджет, телефон, который имеет выход в интернет То есть если его не устраивают традиционные книги Или он вообще просто хочет получить удовольствие от вот такого электронного чтения То вот такая услуга еще дополнительно есть Причем это можно один раз прийти в библиотеку, получить доступ к этому ресурсу электронному А дальше уже пользоваться, не выходя из дома То есть доступ на 14 дней Он эту книгу читает в течение двух недель Потом она исчезает с его гаджета То есть за это время он должен успеть это сделать Но он может еще раз к этому изданию обратиться Или заказать какую-то следующую книгу Кроме того, во многих детских библиотеках ведутся странички в соцсетях И библиотекари с удовольствием онлайн продлевают книги То есть можно это сделать по телефону, можно сделать это вот в контакте И теперь и библиотекарь нового формата, да, должен быть Который адаптирован и к соцсетям, к компьютеру К тому, чтобы уметь что-то напечатать Потому что многие пожилые люди, вот допустим, они уже, да и не хотят, наверное, да Учиться им и без этого хорошо Ну вообще, у нас сейчас библиотекари, конечно, осваивают новые компетенции И абсолютно все детские библиотекари умеют пользоваться информационными технологиями Мы это активно развиваем И надо сказать, что у нас есть такое направление, как создание буктрейлера Если мы раньше только аннотировали книгу, брали ее, проводили обзоры То сейчас современным ребятам интересно Буктрейлер — это видеоролики о книгах Мы научились это делать сами, создавать, причем успешно делаем Многие наши библиотекари побеждают во всероссийских и межрегиональных конкурсах Вот этих буктрейлеров Это сейчас такая тенденция во всех общероссийских библиотеках Создавать вот такие буктрейлеры У нас есть успехи в этом И уже умея это делать сами, мы своих читателей обучаем То есть вот, например, в этом году мы все знаем, что это год кино Год российского кино И мы решили сделать вот такой творческий конкурс Книга-кадр он называется Это конкурс как раз буктрейлеров, видеопроектов Будут там две номинации для детей, для взрослых И как раз вот там можно попробовать свои силы Здорово Вот такой конкурс в течение года он будет С марта по сентябрь он будет продолжаться Я думаю, что чуть попозже мы на сайте вывесим положение об этом конкурсе И все желающие могут принять в этом участие И, конечно, детский библиотекарь это знаток детской книги Это информационный менеджер, как мы говорим Который сам хорошо ориентируется в информационном пространстве И помогает это делать детям, их родителям Вы правильно сказали, что мы большое внимание уделяем еще и семейному воспитанию У нас есть две библиотеки семейного чтения 25-я и 26-я библиотека И вот у них, конечно, еще и вот это направление очень сильно развито Мы устраиваем в 25-й библиотеке Есть у нас такая красивая библиотека в городе Семейные уикенды по выходным Надо сказать, что все детские библиотеки открыты по воскресеньям Это удобно для родителей И вот в этой библиотеке проходит семейный уикенд И здесь и показы кинофильмов для семейного просмотра И лекции для родителей И все кружки и клубы, какие там есть Большинство из них проходит в воскресенье Это удобно Родители приводят детей, но они не скучают у нас в библиотеках Мы им рассказываем о новинках детских книг О лучших веб-сайтах для детей Потому что сейчас очень много ресурсов И не секрет, что дети проводят много времени за компьютером Но наша задача именно быть таким навигатором Самые лучшие веб-сайты предлагаем Где действительно дети могут не только играть А могут и развиваться У нас есть небольшое видео о 25-й библиотеке Какая она стала после открытия, после ремонта Давайте посмотрим и продолжим обсуждение Маленькая Ксюша в мире книг впервые Мама полуторагодовалой крохи решила с младенчества Прививать дочке интерес к литературе и интеллектуальному досугу Я смотрю сейчас на очень многое большое количество современных детей Которые видят только телефоны, планшеты, телевизоры И в принципе уже вот такого плана заведения Наверное, отошли на задний план Поэтому даже немножко обидно Обновленная библиотека номер 25 Стала центром семейного чтения Для малышей кабинет с играми и книгами сказок Для родителей пособия по педагогике Основное пространство отдали школьникам В читальном зале компьютеры с доступом к оцифрованным книгам Здесь очень много интересного материала Которого нет ни в интернете, ни в дома И для школ очень много полезной информации Дополнительные материалы, которые используют при рефератах, на уроках Нужно, безусловно, понимать, что сегодня современное поколение Живет несколько совершенно другими интересами Библиотека электронных зал электронных ресурсов Он подростку позволяет максимально в кратчайшее время Отыскать необходимую для него книгу Познавательные фильмы и шедевры мирового кинематографа Будут показывать в зале с мультимедийным экраном Дать отдых глазам подростки смогут на занятиях в театральной студии В дворце книг создали дискуссионный клуб на заседании «Ханшлаг» С самарским книголюбом всегда найдется, что обсудить О наших поэтах, о писателях нашей семьи родной О местных, которые сами пишут, женщины А много самих писателей у нас? Есть, много В этом году библиотека на улице Карла Маркса 21 отмечает 20-летний юбилей Капитальный ремонт поэтапно длился три года Совершенно иной вид приобрели и интерьеры, и фасад здания Чтобы сделать библиотеку актуальной и востребованной читателями Вооружились опытом городов-миллионников и европейских столиц На модернизацию центра чтения и новое оборудование из городского бюджета Выделили 8 миллионов рублей Здесь создана прекрасная, теплая такая обстановка Для общения, для коммуникации, для социализации личности ребенка Здесь опытные педагоги, опытные библиотекари И каждый найдет себе книгу по душе и дело по душе Несмотря на повальное увлечение юного поколения всевозможными гаджетами Чтение вновь входит в моду, уверяют библиотекари В этот филиал регулярно приходят около 7 тысяч читателей В перспективе преобразить планируют и другие библиотеки Некоторые станут тематическими, с историческим, правовым, культурологическим уклоном Вот помню свое детство, когда меня заставляли читать Мне совершенно не хотелось, библиотека, даже школьная Сходить в библиотеку, вот это взять книжку Потом, не дай бог, потеряешь там или что-то Вот был каким-то кошмаром, вот из моего детства помню Гораздо, вот мне кажется, современным детям Вот интернет-библиотеки, да, это гораздо им ближе, приятнее И главное, не потеряешь, правильно? Потому что дети же иногда Все что угодно могут где-то забыть и потерять Как развивается вот эта система и сколько Пользуется ли она спросом? Много ли детей именно к электронной библиотеке обращаются? Ну, подводить итоги пока рано Мы подключились вот-то полгода только к этому Литресу Но хочу сказать, что это пользуется спросом Но дети все разные и родители разные Кто-то, в общем-то, настроен все равно на традиционную книгу И нам это радостно, потому что в любом случае Книга — это иллюстрации Книга — это текст, который можно читать медленно, не спеша Это вообще-то чтение — это вообще интеллектуальный такой сложный процесс Но ситуация такая, что сейчас дети на самом деле привыкли уже к электронным текстам И наша задача — пусть читают любые тексты, лишь бы читали Поэтому мы приветствуем и то, и это И у нас тоже есть и любители традиционных изданий И любители вот такого чтения Поэтому разумное сочетание традиционного и нового И вот это дает развитие А есть ли какая-то, ведется ли, ну, может быть, не статистика, но хотя бы Отмечаетесь и себе лично ставите галочку Что какой-то ребенок, какие-то дети чаще начали ходить Что сначала только с мамой пришли, а потом там с папой тоже пришли Вот какие-то такие вещи бывают, что большее посещение Один раз ходили, новый формат понравился, зацепило и начали ходить чаще Не, ну, статистику, конечно, подводим И смотрим, что у нас вот именно в 25-й библиотеке увеличился приток читателей Потому что, ну, конечно, радостно, когда новые интерьеры Когда современное оборудование, когда очень красиво, светло, уютно И приходят к нам даже и родители просто посидеть в фойе И сказать, как у вас хорошо, как у вас тепло и уютно То есть вот действительно это место для семейного общения Какого-то вот интеллектуального развития У нас много настольных игр в библиотеках У нас дети просто приходят общаться Они, ну, надо честно сказать, не с утра до вечера читают в читальных залах Они приходят общаться У нас даже вот в 25-й библиотеке принята такая форма, как лимонадные среды Они посредом вот так вот у них в летом началось Вот эта вот фишка такая И вот они ее продолжают Дети уже к этому привыкли Поэтому мы тоже ищем какие-то свои пути Привлечения читателей Очень много бесплатных кружков и студий Где вот опытные педагоги на самом деле занимаются с ребятами И им после школы есть чем заняться Слушайте, ну это прекрасно Опять же хотел, да, вот лимонадные среды И недавно были мы в одной библиотеке в восьмой И нам там так с удовольствием предложили чай Говорят, вот у нас тут несколько видов чая, значит, показывают Мы стоим, глаза раскрыли, ничего не понимаем Как? Книги и чай и все Они говорят, нет, ну вот там с книжкой, конечно, рядом не надо поливать ее чаем Но вот у нас есть столики, пожалуйста, чайку попили Пошли там прочитали все прочее Вот, и так мало того, еще в конференц-зале там кто-то поет, на гитаре играют Здесь выставка, здесь все, что хочешь, да, теперь есть Да, но библиотеки превращаются вот такие, в такие центры культурные Культурные центры для творческого развития ребенка Для семейного досуга, такого интеллектуального Поэтому я думаю, что многие уже оценили, что в библиотеках есть чем заняться И сюда приходят, и эта тенденция будет продолжаться Вот смотрите, когда-то давно, еще в советское время, мы говорили, да, такая была фраза Что Россия самая читающая страна А потом перестали про нашу страну так говорить Но ведь не умирает же книга, да, любая уже там в таком печатном виде, в электронном Это же в раке все, что книга умрет, останется только телевизор или интернет Это же неправда Нет, ну, разговор, может, и ходит об этом Но я бы хочу сказать, что даже на государственном уровне, в общем-то, просматривается вот это внимание к чтению, к библиотекам, к культуре чтения Принято же несколько лет назад национальной программой поддержки чтения И президент в своих посланиях часто говорит о том, что нужно развивать библиотеки, развивать книгу и так далее Не зря же вернули сочинения в выпускные экзамены То есть, конечно, люди понимают, что действительно, вот у нас есть такой вот календарик фирменный Читающие дети будущей страны, это действительно так Потому что, еще раз повторюсь, что чтение — это очень сложный интеллектуальный процесс Когда ребенок с самого детства читает или хотя бы рассматривает картинки, у него развивается воображение Он начинает фантазировать Начинает фантазировать, развивается речь Потом, когда он начинает читать, это увеличивает словарный запас, грамотность То есть, он видит тексты, и это на подсознание всегда закладывается Потом он сядет писать сочинения, и у него просто не будет ошибок То есть, просто мало кто сейчас об этом задумывается На самом деле, у нас все новое, хорошо забытое, старое, и мы, конечно, к этому вернемся Даже если кто еще до сих пор не понял, как это важно, вот воспитание ребенка То мы стараемся, конечно, до родителей это доносить Старайтесь доносить не только это, да, но и, так скажем, повышать культурный уровень И посредством выставок тоже, да, вот буквально вчера состоялась выставка В советское время она называется, была там наша телекомпания Есть сюжет для этой выставки, давайте тоже посмотрим и вернемся Виниловые пластинки вместо дисков, большой проигрыватель вместо миниатюрного mp3-плеера Как слушали музыку в далекие 70-е, юные самарцы могут узнать музей советское время Здесь собраны настоящие раритеты, от советских новогодних игрушек и значков до печатных машинок Чтобы написать любой документ, 80-е использовали вот такие машинки Если допускали ошибку, приходилось перепечатывать Это вам не современные компьютеры Вещи для музея собирали всем миром Что-то принесли сотрудники детской библиотеки, что-то неравнодушные горожане С помощью этих частичек прошлого подрастающее поколение лучше понимает быт и интересы своих бабушек и дедушек Дети, для которых это совсем уже другая история, другой мир Они родились там кто-то через 10, через 15, через 20 лет уже после того, как Советский Союз не стал Мы хотели подчеркнуть вот особенность именно того времени, которое вроде было недавно Но по очень многим параметрам отличалось от того, что сейчас Отправиться в путешествие во времени могут все желающие Экскурсии для школьников проходят регулярно Экспозицию музея сотрудники детской библиотеки планируют расширять И с радостью примут в дар от горожан новые экспонаты Ну вот для того, чтобы собрать все эти экспонаты, была же размещена информация на сайте То есть у библиотек есть свои сайты, да, у централизованной системы Какая еще там есть полезная информация, то есть с какой целью ребенок может, да, что еще он может залезть на сайт и найти это? Ну, прежде всего, это, конечно, информация о нас, сколько нас, где мы, где мы расположены То есть там несколько рубрик наверху, удобный интерфейс, можно все найти То есть читатель выбирает ближайшую к себе библиотеку, понимает часы работы Может увидеть, какие кружки и клубы в этой, какие студии в этой библиотеке И, естественно, расписание мероприятия на текущий месяц, вот сейчас на февраль, например, да Видно время, адрес, какая библиотека что проводит Абсолютно для всех это доступные мероприятия, можно туда прийти в любое для вас удобное время Конечно, юбилей писателей Конечно, полезные ссылки для родителей Списки для родителей, новинок, книг, которые поступили в библиотеку Есть раздел «Мы издаем» И там в электронном виде представлены очень интересные пособия Я, кстати, их могу сейчас вот проанонсировать Давайте коротко, да, времени немного остается Да, у нас очень интересное такое пособие, но продолжающиеся новые имена в детской литературе С фотографиями, с библиографией каждого автора Это наши самарские авторы, да? Нет, это не только самарские Это имена в детской литературе И отечественные, и зарубежные авторы Мы же все привыкли Детские это до 18 лет считаются, или как вы считаете? Ну, вообще детские библиотеки до 15 лет включительно обслуживают Но нашими читателями являются еще и родители, воспитатели, педагоги Всем, кому интересно детское чтение, или так или иначе с профессией связаны вот эти вопросы Но, тем не менее, ну, наверное, до 18 лет Да, но мы никому не отказываем У нас и другого возраста есть читатели Если они находят нужную книгу у нас в фондах, пожалуйста Вот еще у нас пособие Самаро-российскому кинематографу В этом году Это как раз год кино Да, и очень много известных людей Оказывается, уроженцы Куйбышева и Самары Которые стали потом звездами нашего кино Самаро-российскому спорту Тоже очень актуальная Актуальная тема В преддверии чемпионата мира К которому мы тоже Серьезно готовимся Вот здесь собрана информация О наших олимпийских чемпионах Именно самарцах И вообще о российском спорте И даже представленной спортивной школы Всем, кому интересна эта тема Здесь могут найти И очень много других дайджестов Информационных изданий Все в свободном доступе на сайте Татьяна, хочется остаться у нас буквально 5 минуточек Поднять такие темы, как Такие даты, да, у нас в этом году Кроме года кино объявленного Есть две интересные даты Которые, я знаю, каким-то образом будут отражены Это 430 лет городу Самара И 165 лет губернии тоже Какие мероприятия планируются в библиотеках Что, чем это будет подкреплено Может быть тоже какими-то изданиями Коротко, пожалуйста У нас создан проект Самаре слава и поклон И в рамках этого проекта Запланировано, конечно, очень много мероприятий Каждая детская библиотека Вот в календаре своих дат Отметила уже, что очень много будет там Встреч интересных Кроме этого будет проходить Пятый детский литературно-городской конкурс Россия и Самара Отечества А он юбилейный И в этом году, вот мы пятый раз его проводим Он будет посвящен как раз вот этим Двум краеведческим датам Там номинации проза, поэзии, публицистика Все ребята от 7 до 15 лет Которые умеют и любят это делать Участвуют в этом конкурсе А самое главное, потом получают вот такую публикацию То есть лучшие лауреаты этого конкурса всегда получают в подарок сборник Для юного автора это большое событие Для его педагога, для его родителей Кроме этого у нас будет конкурс Самара будущего Это конкурс творческих работ То есть мы ждем от наших читателей плакатов, рисунков, аппликаций, поделок Их глазами Как они увидят Самару будущего Нам будет это очень интересно 20 мая, это день Волги, есть такой праздник У нас будет поэтический марафон Среди чтецов лучших Будем отслеживать среди читателей А потом осенью подведем итоги Всех вот этих конкурсов Вот такой будет широкий фестиваль В 25 библиотеке, который мы сегодня видели Я думаю, что это будет всем интересно Тем, кому неравнодушна тема краеведения А я думаю, это для всех актуально Все любят свой город Нашу чудесную губернию И я думаю, что фестиваль у нас получится В ноябре, в октябре тоже будет вся информация на сайте Заранее Книжечки давайте положим И какие ближайшие мероприятия еще? То есть, куда вот буквально там Сегодня, завтра, послезавтра, на следующей неделе Детки могут пойти Или пойти с родителями? Что-то будет еще? Я думаю, что Вот я уже говорила, что Вот расписание на сайте у нас висит И у нас практически в каждой детской библиотеке Почти каждый день проходит мероприятие Я думаю, что самое главное Определиться Какая же ближайшая ваша детская библиотека Прийти, записаться туда Если вы еще до сих пор это не сделали И пользоваться нашими услугами И развивать своих детей Какие есть еще педагоги? Потому что говорили о педагогическом составе Тоже буквально в двух словах Есть ли педагог, который учит читать? Педагог, который учит читать? Ну, конечно К нам приходят и ребята, которые еще не умеют читать И уже умеющие читать дети Их уже где-то научили в семье и так далее Но ведь уметь читать Это не только складывать буквы Уметь читать Это уметь понимать текст А вот этому учим уже мы То есть есть этот момент Есть этот момент Есть такие мероприятия Где мы действительно рассуждаем о прочитанном Учим понимать и фабулу, и сюжет, и так далее То есть это особые такие мероприятия Когда мы разбираем текст Когда мы подсказываем, на что обращать внимание Как вообще лучше читать художественные произведения Это целая наука на самом деле Вот, поэтому эти мероприятия Опытные библиотекари Этому учат даже в высшем учебном заведении Когда мы учимся на библиотекаре Есть и такие предметы И педагогик мы тоже проходим по этому И психологию Этому обучают У нас дипломированные специалисты Поэтому этому можно научить Ну и ждем, да, всех маленьких читателей И не только маленьких читателей В наших, да, библиотеках Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы Проведите выходные с пользой С удовольствием И сходите в библиотеку До встречи, всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok